Добрый день, коллеги! Мы рады приветствовать вас на вебинаре компании Axelot. Тема сегодняшнего вебинара – 1С ВМС на складах продуктов питания. Ведущими сегодняшнего вебинара выступит менеджер по работе с клиентами Сто Гнидарина и консультант по внедрению систем управления складов Пышков Юрий. Пару слов о нашей компании. Кто мы, чем мы занимаемся, чем можем быть полезны друг другу. Компания Axelot на рынке информационных технологий уже более 19 лет. За время нашей работы мы добились того, что наша компания ассоциируется с инновациями, масштабными проектами, умением найти индивидуальный подход к поставленным задачам клиента. В нашем штате уже около 330 квалифицированных сотрудников. Наш офис расположен в 5 городах России. Есть представительство в Казахстане. Наша компания оказывает широкий спектр услуг – от логистического консалтинга до послепроектного сопровождения. С этой целью был создан Центр технической поддержки 24 на 7. Мы стараемся реализовывать наши проекты под ключ. В этом нам помогают наши партнеры. Партнерами нашей компании являются ведущие мировые производители. Компания Zebra – производители оборудования. Это сканеры штрих-кодов, принтеры, терминалы сбора данных. Компания IBM – поставщики серверного оборудования. Microsoft – программное обеспечение. И, конечно же, фирма 1С, официальным партнером которой мы являемся. И имеем все возможные статусы, подтверждающие нашу компетенцию. За время работы с фирмой 1С было выпущено не одно программное обеспечение, которое имеет статус 1С совместно. Об одном из таких решений сегодня и пойдет речь. Это 1С ВМС – логистика управления складом. Именно с его помощью был автоматизирован склад компании «Семья». Безусловно, мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем разрабатывать и развивать собственные программные решения. Такие как Большинство наших клиентов приходят к нам по рекомендации. У нас большой опыт в комплексном управлении работ. То есть, созданы все условия, чтобы вы почувствовали нашу поддержку и помощь до, во время и после проекта. И не оставались один на один с незнакомой системой. Итак, мы переходим к основной части. Я передаю слово своему коллеге. Спасибо, Дарина. Меня зовут Юрий. Я сегодня хочу рассказать вам про особенности складского учета на складах продуктов питания и про возможности системы 1С ВМС. Основные проблемы отрасли продовольственных складов – это учет товара, хранящихся на складе, с различными характеристиками. Работа со сроками годности, высокие требования качества товара и работа с мирным товаром. Об этом и во всем другом сейчас расскажу более подробно. Рассказ хочу построить на своем проекте по запуску автоматизации склада компании «Семья», который был запущен в 2016 году. Данная компания построила новый распределительный центр, который включает в себя зоны хранения охлажденной продукции, отдельно помещения под заморозку, алкогольную продукцию, сухие склады. Также имеется даже отдельное помещение для хранения икры, в которое соблюдаются температурные условия хранения и влажности. Для возможности размещения товара согласно группе хранения в системе ВМС есть возможность настройки стратегий размещения, которые включают в себя условия и алгоритмы планирования. При этом количество условий и алгоритмов может быть неограничено и обрабатываются они по порядку сверху вниз. Как, к примеру, на данном слайде настроена стратегия для размещения продукции группы заморозка. Иногда требуется более детальное разделение товарных групп. Как, например, на данном проекте разделили бокалейную продукцию на дополнительные три вида – тяжелая, средняя и легкая. В результате чего получилось оптимизировать процесс отбора товара, при котором складовщики вначале выполняют отбор тяжелого товара на низ палета и в самом конце складывают более легкий, хрупкий товар, после чего уже не требуется дополнительная перекладка товара. И сам процесс выполняется гораздо быстрее. Теперь давайте поговорим про модели учета. Как известно, на складах продуктов питания приходится работать с обширным спектром различных вариантов учетов. При этом требуется учет как в разрезе партии, так и без партии. При этом учет партии по сроку годности требуется для основного ассортимента любого продовольственного склада. Но, как правило, модель учета по сроку годности делится по двум критериям. Требуется ввод даты производства и требуется ввод окончания срока годности. Это зависит от того, какая именно дата указана на той или иной продукции. Учет партии по дате поставки требуется для продукции с неограниченным сроком хранения, когда необходимо вымывать старые остатки. При этом учета по сроку годности он не требует. Также для высокооборачиваемой продукции. Так, например, на данном складе охлажденная продукция, которая поступала напрямую от производителя каждый день и расписывалась каждый раз под ноль в эту же ночь, не учитывалась по сроку годности, дабы не затруднять процесс приемки. Дата партии проставлялась автоматически, после чего данный товар планировался к отбору и отгружался. При этом была возможность отследить, когда данный товар поступил на склад и к какому магазину был отгружен. Также на складах иногда требуется учет партий по номеру, когда в корпоративной системе ведется отдельный учет по партиям и требуется списывать те партии, которые были отгружены со склада. Как правило, это алкогольная продукция. Продукция, не требующая учета по партиям, это, как правило, рекламная продукция, какой-то сопроводительный товар, продукция для внутреннего использования, канцелярия, бытовая химия, для личных использований склада и офиса. Как правило, для таких товаров учет партий не ведется. В рамках данного проекта был реализован функционал назначения модели учета непосредственно с терминала в процессе приемки товара. Так как ассортимент часто менялся, постоянно было его обновление, по какой конкретно дате его требуется учитывать, решалось только уже на процессе, когда фактически товар поступил на склад. День учета по сроку годности остатков подразумевает под собой от системы ВМС и дополнительный контроль по остаточному сроку годности товара. В нашей системе можно задавать процент либо в процентах, либо в днях остаточный срок годности. При этом данное значение может задаваться как для номенклатуры, так и для контрагента, так и в целом для заявки либо строки. При этом последовательность обработки будет, если данное значение заполнено и для номенклатуры, и для контрагента, то система будет учитывать данные, указанные у контрагента. Данный контроль позволяет, к примеру, не принимать поставщика товар с остаточным сроком годности менее, допустим, 90%, либо не отгружать товар, когда 75% согласно договору, как правило, это заполняется. Основной учет остатков ВМС, а также градация качества товара выполняются в разрезе статуса. Статусы номенклатуры в системе ВМС – это справочники, которые можно добавлять и увеличивать список в процессе эксплуатации системы после запуска. Их количество на продовольственных складах, как правило, большое. Не заканчиваются на делении кондиции и брак. Также иногда бывает назначение срока, а это истекает срок годности. На данном проекте использовался статус номенклатуры, как требует маркировки для продукции, поступившей из-за рубежа и не имеющей русскоязычного перевода. Также часто используются такие статусы, как карантин, товар, требующий после производства отстояться, акция, уценка и тому подобное. Существует три основных способа изменения статуса номенклатуры. Ручную пользователями системы, по складскому событию и по остаточному сроку годности. При этом пользователи системы могут изменить статус номенклатуры двумя способами. Либо оператор системы с рабочего места ручное планирование задач, либо при помощи ТСД. Также часто товар меняется в результате инвентаризации с терминала, либо в процессе отбора, когда сотрудник пришел, не обнаружил кондиционного товара, требуемого по заказу, а на остатках был только бракованный товар. Указывает причину блокировки задачи брака, и система автоматически меняет статус данного товара на бракованный. Статус номенклатуры также может меняться согласно настроенным складским событиям. Как правило, это по факту перемещения товара в определенную зону. Когда, к примеру, мы переместили разбитый палет в зону хранения брака, и товар автоматически принимает статус брака. Также очень нужный функционал имеется для автоматического изменения товара согласно остаточному сроку годности. Когда при этом данная стратегия может настраиваться как в процентах, так и в днях. Когда, к примеру, до конца срока годности осталось 3 дня, система автоматически регламентным заданием изменит ему статус. Система ВМС позволяет работать с различными упаковками согласно их вложенности. При этом упаковки используются при обработке складских операций и при планировании задач. При выполнении складских операций ввод количество осуществляется в тех упаковках, которым принадлежит отсканированный штрих-код номенклатуры. Например, если был отсканирован штрих-код штуки, то ввод количество требуется выполнять в штуках. Если был отсканирован штрих-код упаковки, то, соответственно, в упаковках. При планировании задач по отбору товара или подпитке с зоны комплектации, система может использовать кратность планирования упаковкой средней или мелкой грузообработки. Это осуществимо, когда для одной номенклатуры существует только два вида упаковки – штука и коробка. В данном случае штука будет являться мелкой грузообработкой, короб – средней. Также имеется функционал вспомогательного учета товара в упаковках, когда есть несколько различных упаковок с разной вложенностью. В данном случае требуются все складские операции выполнять строго только теми штрих-кодами, которые принадлежит упаковке. Например, в данном случае, если принять штрих-код в коробках по 10, то система фиксирует данные значения в отдельный регистр и знает, сколько данных упаковок с данной вложенностью на остатках, а сколько будет другой. При обработке товара на складе ввод значений количества и массы может выполняться тремя основными способами – путем ручного ввода количества, путем поштучного сканирования, при помощи интеграции электронных весов системой ВМС. При этом ручной ввод количества или массы используется для штучного товара или при пересчете количества упаковок мерного товара, а также для ввода массы, когда данная информация нанесена текстом на упаковку, либо электронные весы не интегрированы с системой ВМС и требуется ввод массы вручную. Поштучное сканирование, как правило, используется при наличии конвейера, по которому движется товар, либо при наличии весового структурного штрих-кода, когда вес каждой коробки отличается и требуется пересканирование каждой коробки. При наличии электронных весов интегрированных системой ВМС можно получить значение при работе на стационарных рабочих местах, либо при работе с ТСД путем сканирования штрих-кода. При обработке на складе мерного товара система позволяет работать с допустимыми отклонениями. При этом допустимый процент отклонения задается для ожидаемых приемок и заказов на отгрузку. Когда товар весовой, по заявке должно было поступить, допустим, 100 кг, пришло 110 кг, и чтобы не переводить ожидаемую приемку в приемку сверхплана, система автоматически позволяет принимать сверхплана на заданный процент отклонения. Аналогично система работает и с заказами на отгрузку. Если клиент, допустим, заказал 100 кг и процент перепоставки указан 10%, то система позволит отобрать два мешка картошки, которые чуть больше, чем 50 кг, 52 кг, например. При этом вмешательство самих сотрудников или операторов в данном случае не требуется. Также система позволяет контролировать допустимый процент отклонения упаковки номенклатуры, когда упаковка номенклатуры как раз лежит в пределах заданных значений. Также при выполнении отбора мерного товара для данного проекта был реализован функционал отбора товара сверхостатка. Это когда мы пытаемся взять товара больше, чем есть на самом деле, точнее, чем было принято изначально. Это проблема, как правило, весовых товаров, таких как, не знаю, тот же мешок картошки, мешок лука, когда приняли на одних весах целым палетом, потом поштучно начинаем отбирать, и получается, что последние граммы какие-то бывают. Система не позволяет, при этом система фиксирует, что данного товара на самом деле осталось чуть больше. Раньше необходимо было выполнять пересчет этого товара, прежде чем выполнить отбор. Сейчас система может позволить отобрать чуть больше, но опять же на заданный процент отклонения. Ну и, конечно, основное требование от любой системы ВМС – это учет АТА, планирование задач по отбору согласно АТА, ФИФО. Либо ФИФО, либо ФИФО, в зависимости от того, какая модель учет и какой учет пар. С этим система ВМС успешно справляется. Все, это, в принципе, основные моменты, которые я хотел рассказать. Коллеги, если у вас остались какие-либо вопросы, вы всегда сможете позвонить нам по телефону 495-961-2609 или прислать запрос на e-mail omsobachka-aksilot.ru Еще раз напоминаем, что материалы данного вебинара вы можете найти на канале Аксилот на YouTube, а также на сайте Аксилот.рф. Спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует...